Охота на косулю зимой Косули – не очень крупные животные, в среднем, длина их тела составляет порядка 180 см при массе в 25-30 кг. Животные предпочитают обитать в редких лесах с большими полянами, прогаленными или лугами, где можно отыскать сочную траву. Дичь отправляется на жировку до восхода или после заката солнца, а в остальное время предпочитают прятаться – летом, в густом кустарнике, а зимой – в небольших ямах, вырытых в снеге. Поскольку косули – очень чуткие животные, подобраться к ним незаметно практически невозможно. Кроме того, они способны развивать достаточно приличную скорость – порядка 65 км в час, а спасаясь от врага могут прыгать на 10 метров в длину. Добыть такой трофей чрезвычайно сложно, но самой простой считают охоту на косулю зимой, ведь в холодное время года и при наличии даже небольшого снежного покрова, можно найти лёжку или место жировки животных по следам. Как ведёт себя косуля зимой? Внешне косули похожи на небольших оленей. Головы самцов украшены небольшими рогами, а самки полностью безрогие. При этом это очень осторожные животные, независимо от пола или возраста. Осторожность косуль можно назвать даже чрезмерной, ведь они не теряют бдительности ни во время кормёжки, ни на отдыхе. Это и осложняет добычу подобного трофея. У косули есть и ещё одна интересная особенность. Когда она выходит на жировку на открытое пространство, она может лишь имитировать кормление, нагибаясь к земле, и уже через секунду резко поднимает голову, пытаясь обнаружить потенциального хищного зверя. Даже если вам удастся выследить место кормёжки или отдыха стада по следам, это вовсе не означает, что добыча трофея вам гарантирована. Дело в том, что располагаясь на отдых, косули ложатся близко друг к другу и смотрят в разные стороны, обеспечивая себе круговой обзор местности. Во время жировки животные ведут себя относительно спокойно и передвигаются рысью, но, если их спугнуть, они могут развивать достаточно большую скорость. Правда энергии у них хватает только на 8-10 минут. Охота на косулю, как и на любую другую дичь, требует от промысловика определённой подготовки. В первую очередь нужно заранее провести разведку, чтобы выяснить, в каких местах животные предпочитают кормиться и отдыхать. Это избавит вас от необходимости долго ходить по лесу, высматривая осторожную добычу. Подбираем место. Один из ключевых моментов успешной охоты – осмотр местности и подбор подходящей локации для подстрела дичи. Опытные охотники, к примеру, в Сибири или на Урале, никогда не отправляются в лес вслепую. Сначала они проводят разведку, высматривают следы из зверя и уже по ним стараются найти место жировки или отдыха стада. Примечание. Перед отправкой в лес изучите следы косуль по фото. Это поможет определить, в каком направлении темпе двигалось животное. К примеру, если следы извиваются, их много, а расстояние между отпечатками минимальное, скорее всего, вы нашли место кормежки стада и не исключено, что в окрестностях вы сможете обнаружить их лёжку. Глубокие следы, находящиеся на большом расстоянии друг от друга не подходят для тропления, так как они означают, что козочка спасалась бегством от опасности. Вам нужно найти равномерные следы с примерно одинаковым расстоянием между ними. Именно они приведут вас к месту предполагаемой лёжки зверей. Обычно сибирская косуля, как и европейская, выгребает в снегу достаточно глубокую, но не большую по периметру лунку, и в ней отдыхает, причем располагаются лунки обычно недалеко от места кормежки. Если вам удалось обнаружить такую местность, не испугав самих животных, вы вполне можете начинать охотиться на дичь. Экипируемся. Из-за особенностей поведения косули самой охоты на них зимой, определенные требования предъявляются и к одежде экипировки самого промысловика. Снаряжение должно отвечать таким стандартам. Вся одежда и амуниция должна быть бесшумной. Не шуршать, не шелестеть и не скрипеть. Поэтому лучше всего подбирать одежду из натуральных тканей, хлопка или шерсти. Это необходимо, чтобы охотник мог двигаться тихо и случайный шорох не спугнул до крайности осторожную дичь. Добыча трофея чаще всего предполагает незаметный подход к стаду на расстояние выстрела. Это, в свою очередь, означает, что вам придется много двигаться. Постарайтесь одеться так, чтобы тело не слишком по телу и от него не шел пар. Так как он, как и человеческий запах, может спугнуть животных. Цветы одежды должны быть маскировочными. Желательно использовать для этого специальный зимний камуфляж или москхалат. Но, если такой возможности у вас нет, подбирайте амуницию в черно-серых тонах. Отдельно следует уделить внимание обуви. Она должна быть максимально удобной и приспособленной для длительных перемещений. Лучшими по данным показателям считаются ботинки с применением мимбанных материалов. Перемещаться быстро и тихо помогут обычные лыжи. А для выслеживания стада с большого расстояния вам понадобится бинокль. Если вы решите охотиться с собакой, то выбирайте только ту, которая специально натаскана на подобного зверя. В противном случае поведение собаки может попросту спугнуть косулю и испортит вам охоту. Вид охоты на косулю. Охотиться на косуль можно в любое время. Но большинство отправляется на подобный промысел зимой, ведь в это время проще всего обнаружить следы животных и места их жировки. Далее мы рассмотрим самые распространенные способы добычи подобной дичи. Но сразу следует уточнить, что некоторые из них являются незаконными. Ночная охота с фарой. Охота на косулю ночью с фарой считается незаконной, но из-за своей результативности и сравнительной легкости это еще и самый распространенный вид браконьерства. Суть данного способа предельно проста. После заката на любое средство передвижения, обычно на автомобиль, устанавливают мощную фару. Световой луч пугает косуля, за ними начинается погоня. Животным крайне редко удается ускользнуть от света фар, поэтому в большинстве случаев преследования все же заканчивается добыча и дичи. Многие охотники-браконьеры даже устраивают ночлег в лесу с кострами, чтобы дождаться благоприятного времени. У этого способа, кроме незаконности, очень много недостатков. Яркий свет фар распугивает животных в радиусе 10 километров. А значит другие охотники, использующие разрешенные способы добычи, не смогут подстрелить косулю. Интенсивные передвижения на автомобиле уничтожают любые следы животных, поэтому отследить стадо будет невозможно. При охоте ночью с фарами браконьеры часто промахиваются, что приводит к увеличению количества подранков. Также следует учитывать, что охотнику, пойманному на охоте с фарами, придется заплатить крупный денежный штраф. Поэтому я не рекомендую устраивать охоту этим способом, тем более что существует много законных вид охоты. Сманком. В период гона косули достаточно часто практикуют охоту сманком. И хотя этот период преподает преимущественно на летнее время, многие промысловики используют манок и во время зимней охоты. Суть данного способа в том, чтобы с помощью манка, суммитировать рев перепуганного теленка или призывный звук к самке, на который из лёжки выйдет заинтересованный самец. Примечание. Некоторые недобросовестные охотники сочетают манок с петлями. Однако следует учитывать, что использование подобных ловушек считается браконьерством, так как животное в петле умирает долго и мучительно. Используя манок, нужно спрятаться в укрытии и подождать появление зверя, а затем произвести меткий выстрел в одну из точек на теле косули, при попадании в которую животное погибает практически мгновенно. Охота загоном. Косулия настолько ценный трофей, что добывать её часто отправляются целыми загонами. Это коллективный метод добычи, который чаще всего оказывается результативным. Облавная загонная охота может проводиться пешком, на лыжах или на лошадях, но в последнее время промысловики предпочитают перемещаться на автомобилях. Примечание. Если вы точно знаете, на каком участке леса водится косули, охота загоном будет очень простой и результативной. Чтобы подобная добыча была успешной, загонщики и стрелки должны четко следовать правилам. Участники облавы расставляются по номерам руководителям. Определяя место расположения каждого человека учитывается рельеф, погодные условия и температура. Места для засада должны не только скрывать человека от глаз косули, но и одновременно обеспечивать хороший обзор для меткого выстрела. Каждый охотник должен соблюдать полную тишину и крайнюю осторожность, продвигаясь к номеру. Вести разговор и курить строго запрещено. Располагаясь на номере, следует хорошо замаскироваться и разместиться против ветра, чтобы косуля не учуяла человека раньше времени. Также желательно расположиться в засаде так, чтобы с нее открывался хороший обзор местности охотника на соседнем номере. Находясь в засаде, нужно заранее подготовиться к стрельбе, зарядить ружье и положить в левую руку два запасных патрона, чтобы в случае промаха можно быстро перезарядить оружие и повторить залп. Кроме того, важно строго соблюдать главное правило безопасности при охоте загоном. Менять место засады или уходить со своего номера до окончания облавы категорически запрещено. Когда стрелки разместятся по номерам, начинают движение загонщики. Они двигаются медленно, постукивают палками по стволам деревьев или громко разговаривают, чтобы спугнуть дичь. После обнаружения следов косули или самой дичи, загонщик обязан уведомить своих коллег знаками или по рации. Оружие во время охоты загоном должно быть не только у стрелков, но и у загонщиков. Это необходимо на тот случай, если испуганная косуля побежит на загонщиков или попытается обойти их с фланга. Целиться и стрелять в таком случае нужно крайне осторожно, чтобы случайно не попасть в загонщика или человека, находящегося на номере. По этой причине загонщикам настоятельно рекомендуется надевать яркую одежду со светоотражающими элементами. С подхода Охотиться на косули с подхода гораздо сложнее, чем целым загоном. Тем не менее, промысловики и одиночки предпочитают именно такой способ добычи дичи. Конечно, охотнику придется полагаться только на свои знания и навыки, но и добычу не придется ни с кем делить. Примечание Охоту с подхода можно практиковать в любое время, а в качестве помощника с собой можно взять собаку. Однако следует учитывать, что этот способ добычи трофея требует не только меткости, но и навыков бесшумного перемещения по лесу и маскировки. Чтобы ловля дичи прошла успешно и она не досталась другим охотникам, важно следовать таким правилам. Накануне охоты нужно отправиться в лес и провести разведку, чтобы найти место выпаса стада. Как правило, это лесные опушки или редколесье. Искать место кормежки можно по следам или тропам, протоптанным животными. Желательно осторожно подойти к месту кормления на максимально близкое расстояние, чтобы убедиться, что животные питаются именно здесь. На этом разведка заканчивается, и на непосредственную охоту можно приходить уже на следующий день. Собираясь на охоту с подхода, позаботьтесь о маскировке. Для этого выбирайте одежду под цвет местности, зимой черного или серого цвета, а летом – оттенка хаки. Желательно, чтобы экипировка была из мягких натуральных тканей, которые не будут шуршать при ходьбе. Чтобы шаги не были слышны, лучше обувать валенки или резиновые сапоги. Охота с подхода начинается на рассвете, так как именно в это время косули либо переходят от лёжки к месту кормления, либо непосредственно питаются. Рекомендуется также правильно подобрать погодные условия для охоты. Ближе всего подобраться к стаду можно в ветреную и влажную погоду, когда звери не только выходят на открытые поляны, но и не могут учуять запах человека. Чтобы зверь не заметил вас раньше времени, нужно ступать бесшумно, не курить и не разговаривать. Когда вы обнаружили стадо, спрячьтесь за дерево и уже с укрытия прицельтесь и сделайте выстрел. Охота с подхода считается одной из самых сложных из-за необходимости незаметно и бесшумно подобраться к зверю. Но и добытый таким образом трофей считается по-настоящему ценным и почетным, с собаками. Поскольку косюли отличаются крайне тонким слухом и чрезмерной осторожностью, далеко не многие охотники берут с собой на промысел собаку. Дело в том, что охота на эту дичь с гончами будет успешной лишь в том случае, если животное натасканное именно на косулю, может спокойно идти по следу, не производя лишнего шума. Как правило, для охоты с лайкой используется способ скрада. Собака поможет правильно проследить дичь по следу, а затем в нужный момент спугнет стадо и погонит его в направлении охотника, чтобы он имел возможность тщательно прицелиться и сделать точный выстрел. На солонцах и снегоходах Охота на солонцах считается под видом добычи дичи и засады. Ее суть основана на привычках, повадках и предпочтениях зверя в еде. Дело в том, что любимым лакомством косуль считается соль лизунец, который можно использовать в качестве приманки. Кроме того, обычная пищевая соль служит ценным источником минералов, нехватка которых особенно остро ощущается косулями зимой, в период формирования рогов. Нужно учитывать повадки животных в зимний период, выбирая время и место для охоты. Помните, что в холодное время года они предпочитают держаться стадом и кормиться или отдыхать на полянах или лесных опушках. Сбиваясь в стадо, косули могут раньше почуять опасность и спастись бегством, поэтому, выслеживая дичь, нужно двигаться абсолютно бесшумно. Применяйте наши теоретические советы на практике и вы обязательно станете мастером своего дела. Я подобрал нужные товары для охоты и рыбалки, загляни в описание под видео.